Ты иди сожги сама себя, ты иди воруй, ты пошла кости жуй, ты иди бой, ты и останься, ты иди бухай, ты иди чернозем, давай, а ты, 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 ты. Шпильки, яркие образы и женский скрометный юмор. Их шутки о том, как непросто быть женщиной. С лишним весом помогает бороться дамская сумочка, стойная косметика. Неподъемный груз качает бицепсы, а пресс помогает поддерживать в форме именно смех. Скажите, девочки, у вас есть музыкальное образование? Естественно. Лично я закончила музыкальную школу. Сперва по классу баяна, потом по классу голая, бегала, там меня и заметили. Просто грубые, грубейшие противоположности с нашим образом. То есть мы абсолютно не соответствуем в жизни. У нас, наверное, только ангарская соответствует, она поет и в жизни, и в жизни. Да, и все, остальные вообще у меня никакой. Просто супер-актрисы, которые идеально выполняют свою работу. Талантливые актрисы на сцене, кстати, не соответствуют своим образом в жизни. Информационному партнеру медиахолдингу из Токио удалось лично встретиться с дамами Кабары Шоу. Барышни поделились своими секретами успеха. Некоторым приходится заучивать огромные тексты и затем сыграть их так, чтобы зрители поверили, что они такие на самом деле. Женский юмор – это явление особенное, имеющее свой шарм и изюминку. Грин-центр стала той самой площадкой, где девушки и зажгли. Маш, давай я попробую. Давай, Надя, сади. Надь, понимаешь, у нас тут как бы группочка, и ты нам переходишь дорожечку. Если ты так же классненько будешь петь, то наша карьерочка закончится плачевненько. Вот только впечатления о городе неоднозначные. Орел девушкам понравился, но добираться сюда пришлось им не на привычном самолете, а на поезде. На самом деле встретили нас хорошо. Это один из, наверное, единственный город, где возможность подать была в автобус, который нас встречал, прямо на перрон. После выступления в Орле девушки отправятся в Москву, а дальше продолжат тур по городам, где будут снова веселить зал искрометным и незабываемым женским юмором. Ефимошкин, Андрей Борискин, Артем Моисеев для программы Оперативный эфир.